Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Приближаются школьные экзамены, а это значит, что старшеклассникам пора определиться с выбором будущей профессии. Ежегодно в этом нелегком деле им в какой-то степени помогает ярмарка учебных мест. Наша съемочная группа изучила рынок востребованных специальностей. Подробности в репортаже Константина Меркушева. Показать себя во всей красе – задача сложная. Презентовать учебное заведение оказывается полдела. Здесь важно заинтересовать. Современные школьники и народ разборчивый. К выбору будущей профессии подходит серьезно. Кем быть и куда пойти учиться? В ответе на него помогает ярмарка учебных мест, которая прошла в Центре детского творчества. Это уже ставшее традиционное мероприятие собрало школьников с 9 по 11 классов. То есть здесь они знакомят с теми профессиями и специальностями, которыми они могут получить в нашем городе. И задача, чтобы обеспечить подготовку кадров именно силами учебных заведений в нашем городе. А в нашем городе вполне достаточно. Есть и учебные заведения, которые готовят рабочие профессии. Есть учебные заведения, которые готовят специалистов со средним профессиональным образованием. Есть учебные заведения, которые готовят специалистов с высшим учебным заведением. К участию в ярмарке все учебные заведения города подошли основательно. Яркие стенды, иллюстрирующие жизнь студентов, информационные буклеты, консультации специалистов. Выбор у школьников большой. Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета традиционно принимает участие в подобных мероприятиях. Мы готовим специалистов по техническим направлениям подготовки в отрасли энергетика, строительства, эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, а также по экономическим профилям подготовки. Для размышлений и выбора специальностей выпускникам осталось совсем немного. В какой вуз и на какую профессию поступить, некоторые решили давно. Так, например, ученик третьей школы Никита Домашов хочет стать юристом. На ярмарке пообщался с преподавателями КиЭП и узнал много нового. Познакомился с главным преподавателем. Он мне рассказал много всяких интересных вещей, то есть как происходит вообще сам процесс суда. То есть мы посмотрели на примере этого процесса суда. На встречу с будущими специалистами пришли работодатели, представители Кумертаутского авиационного завода. Подробнее рассказали о востребованных специальностях на заводе. Предприятие плотно сотрудничает с УГАТУ, помогая им с прохождением практики, а в дальнейшем и с трудоустройством. Но в последнее время на авиационный завод приходят устраиваться на работы и выпускники других учебных заведений. Конечно, наше профильное учебное заведение это УГАТУ, но тем не менее у нас большой процент выпускников ежегодно трудоустраивается из Оренбургского государственного университета и из других университетов и средних профильных образовательных учреждений города и республики. Для тех, кому сложно сделать выбор, на ярмарке работали специалисты по профориентации. Они помогли всем желающим определить сферу будущей деятельности. Я пришла сюда, чтобы узнать о средних специальных училищах, о заведениях, которые расположены у нас в городе Кумертау, чтобы на случай, если я захочу уйти после 9 класса, то я знала, куда поступать, с какой целью. Тут проводятся различные тесты на профориентацию, чтобы знать, какая у меня профессия, кем я должна быть. Также представители учебных заведений посоветовали, на какие школьные предметы стоит сделать особый упор, чтобы через несколько месяцев ребята смогли поступить в тот вуз и на ту специальность, на которую задумали. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В преддверии премьеры сериала «Адаптация» в торговом центре Кумертау состоялась соответствующая промо-акция. Уважаемый Эштон Эйви, пожалуйста, подойдите к информационной стойке, вы потеряли удостоверение агента ЦРУ. Такое объявление слышали посетители торгового центра. Через несколько минут в зале появился и сам агент. Он убегал от охранников, крича, что не является агентом, его подставили. В процессе загадочный персонаж в черном костюме и очках раздавал покупателям конверты с надписью «Секретно». Заинтересовались в том числе и продавцы. Желая посмотреть на содержимое конвертов, они начали преследовать агента. Следующее объявление, прозвучавшее по громкоговорителю, раскрыло тайну. Оказалось, что убегал от охранников не настоящий агент. А самого Эштона Эйви можно увидеть на телеканале ТНТ в сериале «Адаптация». В конвертах, которые вручал агент, люди находили листовку с информацией о сериале, удостоверение агента и купюру, с одной стороны похожую на 100 долларов, а с другой на 5000 рублей. После промо-акции желающие смогли сфотографироваться с агентом и охранниками ТНТ в фотозоне сериала. В какую секцию отдать своего ребенка? Этот вопрос интересует почти каждого родителя. Ответ на него вполне можно поискать в Центре детского творчества. Чем можно занять ребенка после школы в стенах этого заведения, узнавала наша съемочная группа. Ежегодно это учреждение дополнительного образования набирает детей для обучения в кружках, секциях и студиях. Неизменной за свое существование осталась цель работы коллектива Центра детского творчества. Это занятость сучащихся, создание условий для творческого развития личности, формирование здорового образа жизни, раскрытие потенциала каждого ребенка. Обучение по дополнительным образовательным программам Центр детского творчества в настоящее время представлен различными направлениями. Каждый ребенок может выбирать занятия на свой вкус. График некоторых детей насыщен, ведь многие ученики занимаются здесь по разным направлениям. Каждый ребенок, конечно, из одного кружка переходит в другой. Некоторые занимаются и в двух, и в трех кружках, секциях, как говорится. Ну и в результате находят себя в какой-то... и принимают участие, как говорится, с каждым годом у нас вот по нашим итогам работы видно, что увеличилось участие детей как в республиканских, участие детей в республиканских конкурсах, во всероссийских, даже в международных конкурсах. Каждый год руководители и педагоги Центра детского творчества вливают в свою деятельность новые занятия. Так в этом учебном году появилась такая секция, как черлидинг. Такого в городе еще не было, но уже в этом году педагоги готовят команду на выступления на республиканских турнирах. Ну это достаточно очень яркий вид спорта, который мы решили открыть вместе с директором в стенах Центра детского творчества. Что он в себе сочетает? Это и парная акробатика, и хореография. Мы затрагиваем все стороны массовости. Мы состоим в Республиканской Федерации черлидинга, и уже в апреле надеемся выехать на полноценные соревнования. Если черлидинг только начал свое существование, то плавание является уже развитым видом спорта в нашем городе. Каждый день бассейн посещает около 200 человек. С самого детства на дорожке рождаются профессиональные пловцы. Естественно, это обучение плаванию, видом плавания, которых насчитывается четыре, умению держаться на воде в первую очередь. Плавание – это жизненно необходимый навык. В ЦДТ функционирует и сайкл аэробика, ее называют еще велоаэробикой. В основном эти виды спорта занимаются девушки. Покрутить педали под музыку прекрасный вид пола приходит с большим удовольствием. Также в здании располагается танцевальная студия «Радуга». Недавно коллектив отметил свой первый юбилей – пять лет. И с каждым годом количество участников в студии становится все больше. Ребята исполняют различные виды танцев, начиная эстрадными и заканчивая современными танцами. А вот второй этаж здания представлен сразу целым отделом декоративно-прикладного творчества. Это глиняная мягкая игрушка, бумага пластика, моделирование, кройка и шитье, компьютерная студия, телестудия, макраме, бисероплетение. И самое главное – все это на бесплатной основе. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова